В Люберцах завершилась экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». О ее итогах расскажет наш корреспондент. Акцию провели в Центральном парке. Жители приносили старые книги, газеты, картон. Главные участники – люберецкие школьники. Мы решили взять счастье, потому что наши предки в школе тоже сдавали макулатуру, и мы не исключение. Мы пришли сегодня, чтобы помогать природе. Мы участвуем сегодня в акции, как сбор макулатуры. Чтобы помочь деревьям. По подсчетам экологов, переработка одной тонны макулатуры позволяет сэкономить 20 тысяч литров воды и сокращает выброс в атмосферу до 1700 кубометров углекислого газа. А главное – сберегает от вырубки до 20 деревьев. Производство бумажной продукции, в принципе, может состоять на все 100% из вторсырья, а именно из макулатуры. Это очень важно, потому что живое одно дерево в течение года вырабатывает кислорода, необходимое для того, чтобы дышать семьей из четырех человек. Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» подготовил для школьников тематические игры и провел экологическую эстафету. Любая активность, связанная с экологией, она все больше и больше популярной становится. Потому что мы благодаря общим нашим усилиям привлекаем детей, дети подают пример своим родителям. Замечательно, если мы приобщим детей в первую очередь к этому делу, они повзрослеют и, собственно говоря, будут дальше передавать эстафету. Глава округа тоже принял участие в акции. Владимир Волков поблагодарил всех участников и напомнил о месячнике весеннего благоустройства. Самый главный субботник пройдет 22 числа в эту субботу. Поэтому приглашаем вас также принять участие. Вы большие молодцы, вы активные, что это самое главное. И, конечно же, продолжайте быть такими же активными, смелыми, амбициозными. Добивайтесь всего самого несбыточного, как может показаться. У вас все в ваших руках. За участие в акции округу начисляют эко-баллы. Их переведут в денежный эквивалент и направят на нужды российским военнослужащим. По результатам акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» в Люберцах в этом году сдали более 5 тонн макулатуры. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.